Сегодня я хочу вам Павла, которые, несмотря на отличия, говорят об одном, о духовном возрастании, о развитии христианина. И вначале мы откроем первую главу апостола Иакова. Давайте откроем послание Иакова, первую главу. И прочитаем здесь со второго стиха. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Кто из вас хочет быть вот совершенным человеком? Потому что мы сейчас-то мы хорошие, но еще не совершенные, правда же? То есть мы хорошие, но пока не идеальные. Но мы хотим быть совершенными? Мы должны стремиться к этому. И если ты стремишься к этому, для тебя вот апостол Иаков написал рецепт, как стать совершенным человеком. Начинается все с радости, да? Но не с радости от подарков на день рождения, не с радости от того, что тебя повысили по службе, не с радости от того, что у тебя, может быть, родился ребенок, и ты так долго ждал. Это все хорошо, но совершенным ты так не станешь. Чтобы стать совершенным, ты должен радоваться разным искушениям, разным испытаниям. Кто из вас, как испытание, скажешь, радость-то какая? Жена, проблемы задерживают зарплату, наконец-то, возможность для нас тобой стать совершенными людьми. Потому что когда зарплату платят вовремя, людям трудно быть совершенными. Вот вы знаете, я, поскольку являюсь не просто пастором церкви, но я еще и являюсь как бы начальником в команде служителем, служителей. Вот, поэтому Бог призывает меня с одной стороны, начальник, что он должен делать? Начальствуй с усердием, правильно. Я стараюсь начальствуй с усердием, и смотря на все трудности, вот у нас не задерживается заработная плата. Ну, трудности я стараюсь, молимся. Поэтому, если вы видите, что какой-то служитель не идеальный, там что-то там не так сказал, не так сделал. Ну, потому что у них зарплата вовремя. Как быть совершенными, когда нет этих испытаний? Ну, вот, скажешь, у меня есть, тебе повезло. И вот, смотрите, и вот он говорит, и когда ты радуешься, впадая в разные искушения, испытания. Почему ты радуешься? Ну, ты не радуешься, что, конечно, вот мне плохо, ну, мы не мазохисты, знаешь, плохо, сделайте мне больнее. Нет, не поэтому мы радуемся. Христианская радость и не на радость мазохистов. Это радость знающих людей, которые знают, что они знают? Что знают христиане? Почему они радуются в искушениях? А? Они знают, ну, смотрите, тут я ничего не придумываю вам, третий стих. Знают, что испытание веры производит терпение. Нетерпеливый мой брат, видишь? Терпение. А терпение имеет совершенное действие. Вот как оказывается, что. Чтоб вы были совершенны, просто вот во всем, вот во всей полноте. Идеальным просто. Без всякого недостатка. Второе местописание – это Петра. Второе послание Петра. Тоже первую голову откроем. Это очень важная вещь, поэтому апостолы чаще всего это прямо в первых головах пишут. И вот пятый стих. Апостол Петр говорит. «Вы, прилагая к сему все старание». Второе Петра, первая глава, пятый стих. «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность». То есть важно очень в вере, вера – это не то, что действует во зло, вера должна проявляться в добрых делах, добродетель, да? В добродетели должна быть мудрость. Потому что есть очень много людей, которые хотят воспользоваться нашей щедростью, нашим добрым расположением. И поэтому важно, совершая добрые дела, быть рассудительным человеком, мудрым человеком. Как мы говорили вначале, не попадать под манипуляцию. В рассудительности, в воздержании, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. И вот еще одна схема, которую уже другой апостол нам показывает. Здесь как-то уже у Петра побольше всяких ингредиентов, которые нам необходимы, чтобы достичь любви. Чтобы любовь проявлялась и в нашей жизни, и через нашу жизнь. О любви, конечно, мы очень много говорим, мы все стремимся быть переполненными любовью, потому что наш Бог есть любовь, а мы хотим быть подобными нашему небесному Отцу. Правда же? И в принципе, это то же самое, немножко другими словами. Потому что пребывание в любви, это и есть настоящее совершенство. Без любви не бывает этого. И третье местописание, это послание к кремлинам, пятая глава, где апостол Павел в третьем стихе пишет. И несим только, но хвалимся и скорбями. То есть Павел здесь до этого говорит о том, чем мы хвалимся. Чем ты хвалишься? Чем ты любишь? Гордиться. 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 А вот там кто-то новую машину купил, а кто-то там новую кастрюльку купил, а еще кто-то. И вот мы думаем, вот у нас повод для гордости. Христиан должен гордиться скорбями. Скажешь, у тебя много проблем? Ну, у ближнего. Он тебе расскажет и скажет, а у меня-то побольше. Зная, что от скорби происходит терпение, терпение, опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот опять-таки, показывая лестницу возрастания к надежде и опять-таки переполняющей все божественной любви, апостол Павел здесь рисует определенную схему. И вы знаете, я думаю, вы обратили внимание, три разных апостола говорят о развитии, говорят о совершенстве, говорят о достижении любви. То есть, все то, что мы включаем в понятие рост, духовный рост, возрастания во Христе и Иисусе. И в принципе, они разными словами говорят об одном и том же. Но есть одна вещь, которую упоминают все три апостола. Я думаю, вы обратили внимание, да? Все три апостола используют такое слово, как терпение. Я отлично понимаю, когда мы говорим о любви, или о надежде, или о вере, вот эти темы, они как-то окрыляют. Ну, хочется любить, хочется быть человеком веры, хочется, чтобы в твоей груди была надежда. То есть, вот эти все вдохновляют нас. Мы понимаем, что, может быть, достичь этого не так-то и просто, но мы хотим этого достичь. Когда же мы говорим о терпении, ну, знаете, когда вот говоришь, важно быть терпеливым человеком, важно уметь терпеть. Вот, как в поговорке, Господь терпел и нам велел. И ты понимаешь, что, да, терпения написано в Священном Писании немало. Потому что я показал лишь три места из Нового Завета. Но если мы с вами посмотрим вообще во всей Библии и в Евангелиях, очень много говорится о терпении. И поэтому мы понимаем, что, да, но без терпения никуда. Терпение входит в состав всех рецептов по достижению духовного совершенства и божественной любви. Но, вы знаете, ну не горит наше сердце, тем не менее, когда вот мы думаем, нам нужно терпение, нам нужно вот терпение. Вроде бы умом понимаешь, что нужно, но так вот, чтобы ты хотел быть таким терпеливым человеком. Поэтому не случайно, когда, знаешь, говорится о терпении, много возможностей для шуточек всяких. Ты что там терпила, что ли? Терпеливый-то такой там. Или там терпимости, даже называли вот у нас раньше дома терпимости, вот вы знаете, которых терпели эти дома. Вот, то есть, как-то вот вроде бы мы понимаем, что и важно быть терпеливым человеком, и важно иметь терпение в своей жизни. Но как-то вот не лежит как-то душа вот быть самым терпеливым в церкви, новая жизнь города Екатеринбурга. Самый терпеливый брат у нас, или там самая терпеливая сестра. Ну, кто хочет быть таким человеком? Самым любящим, да, самым верующим, прям самая мощная вера. Кто-то горы передвигает, а ты прям по три в сутки передвигаешь туда-сюда. Вот это бы мы хотели быть. А звание самым терпеливым верующим нашей церкви, ну, как-то вот, пускай кто-нибудь другой получит эту золотую медаль. Я как-то, когда в последний раз возвращался из поездки в Америку, кто летал на другой континент американский, вы знаете, какой долгий тяжелый путь. Вот, летишь, летишь, летишь. И я смотрел, там можно смотреть всякие фильмы, я смотрел одни лекции очень одного известного психолога, и он упоминает один интересный эксперимент, который проходил в Стэнфордском университете в 60-е годы. Как-то, не знаю, почему-то в 60-е годы много было экспериментов. Вообще, это очень интересное время. Для меня, наверное, одно самое из интересных времен 20-го века – это 60-е годы. Интереснейшее время. Но сейчас я не об этом хочу сказать. При Стэнфордском университете был и сейчас есть детский садик для детей-сотрудников. Детский садик для детей-сотрудников. И один из молодых ученых Стэнфорда, Уолтер Мишелл, решил провести эксперименты с детьми. Он отобрал огромное количество детей возраста от 4 до 6 лет. Эксперимент был очень простой. Ребенок заходил в комнату, и там перед ним на столе стояло пирожное. Там была такая сладость американская, она больше походила на наш зефир. Почему этот эксперимент называется зефирный эксперимент. Поэтому, ну, назовем так зефир, зефирный эксперимент. И вот стол был, там зефиринка лежала. И вот ребенок заходил, заделся на стул, и взрослый говорил ребенку. Знаешь, эта зефиринка для тебя. Но мне нужно уйти, и я вернусь. Если, минут на 15 уйду. Если ты не съешь эту зефиринку, тогда через 15 минут я дам тебе еще одну, и ты скушаешь сразу две. А если ты съешь ее до моего возвращения, тогда я тебе вторую не дам. Вот такое издевательство проводилось. Америка, что с них взять, издеваются над людьми они. У нас таких экспериментов не проводится. И вот начался эксперимент. Некоторое количество детей скушали зефиринку сразу, как только за взрослым закрылась дверь. Они остались одни, тут же схватили, скушали эту сладость. Другие дети, причем это большинство, ждали несколько минут, ждали, ждали, ждали. Им, наверное, казалось, что просто время неумолимо идет. И съедали ее через несколько минут. И только треть детей смогли продержаться все 15 минут, и в награду получали в конце этого эксперимента две зефиринки. И вот на этом эксперимент не закончился. Потому что за этими детьми с 60-х годов наблюдали, вот эта команда ученых, Холтер Мишелл и его сотрудники, наблюдали в течение 40 лет. И интересные результаты этого эксперимента. Вот что получилось. Дети, которые продержались до конца эксперимента, я напоминаю, их было всего не больше трети, то есть меньшинство, получили более высокие результаты и в школе, и в дальнейшем в университете. У них гораздо лучше были развиты социальные навыки, то есть навыки социального поведения. Они гораздо лучше реагировали на стресс. Они намного успешнее справлялись с трудностями. И в итоге оказалось, что они из работы реже вылетали. У них была, как правило, высшая заработная плата. У них меньше разводов было, чем у других детей, которые не дождались конца эксперимента. Реже попадали в тюрьмы, реже страдали алкоголизмом. И, в конце концов, ученые пришли к такому выводу, что в действительности умение ждать, умение быть терпеливым человеком, как правило, награждается жизнью. Большими результатами, большими достижениями, не просто в плане какой-то карьеры успешной жизни, а в плане семьи, дружбы. То есть во всем эти дети были успешнее. Вы знаете, я когда посмотрел вот этот кусочек этой лекции, меня, не знаю, меня так это тронуло. Я вот, помню, сидел в этом самолете, долго об этом размышлял. И вот по существу, вот можно какую-нибудь картинку, да, мы все с вами, вот дети, которые сидят перед пироженкой. Так или иначе, жизнь нас помещает в такие ситуации, когда возникают те или иные сладости. И внутри нас, словно, вот живет некая сила, причем в этой силе нет ничего плохого. Сила получения удовольствия. Сила получения удовольствия. Эту силу заложил Господь, чтобы мы получали удовольствие. Я думаю, если бы этого удовольствия не было, я не знаю, продолжался ли бы сейчас род человеческий. Без удовольствия плодились бы мы и размножались бы, или в основном бы все предпочитали быть без детей. Без удовольствия, если бы у нас не было удовольствия, вообще некоторые, может быть, и кушать бы не стали. Зачем, да, столько времени тратить. Но заложено удовольствие, мы получаем удовольствие. И когда кушаем, и когда от дружбы, от любви, все мы получаем удовольствие. И это в нас заложено Господом. Но есть еще внутри нас сила, которая контролирует наши желания. Контролирует. И мы иногда понимаем, что да, может быть, это и принечтет нас, вот это сиюминутное, моментальное удовольствие. Но в дальнейшем это послужит для разрушения нашей жизни. В дальнейшем это приведет нашу судьбу в тупик. И вот от того, насколько в нас развита вторая сила, вот эта, контролирующая наши желания, то, что в Священном Писании называется терпением, воздержанием, да, вот от этого зависит и результат нашей жизни. От этого зависит, насколько успешны мы будем, насколько мы исполним то призвание, которое Господь приготовил для каждого из нас. Потому что мы постоянно с этим, мы каждый день сталкиваемся с разными зефиринками этой жизни, с разными вещами. Чего бы ты, какой бы сферы ты не коснулся. Вот сейчас вот тепло, лето, и может быть, ты планируешь куда-то поехать отдыхать в теплые страны, где моря и океаны, да. И вот ты готовишься и думаешь, да, там же надо в купальнике быть. Ты смотришь, как как-то за зиму ты возрос, но не духовно. Вот. И ты думаешь, надо как-то привести себя, и ты, ну тут уже кто на что способен, кто-то говорит, там, буду не есть после шести, другой говорит, буду в спортзал ходить, да. И вот, когда ты принимаешь эти решения, вот все, там, не буду есть после шести, там. И вот шесть часов уже приближается, и ты понимаешь, все, шесть часов уже есть, ты принял решение, что ты едешь на юг, и ты там, и ты хочешь похудеть, чтобы как-то в воду помещаться. И ты не ешь после шести, и ты спокойненько, и уже шесть приближается, и ты такой думаешь, напоследок надо поесть хорошо, сейчас до утра терпеть, так, поел по-плотному перед шести. Проходит время, час, другой, третий, ты такой смотришь, как-то уже опять хочется есть. И ты начинаешь думать, так, вот, еще что-то надо, вот, как бы, как бы покушать, но, но я же себе дал слово, не есть после шести. И тут ты понимаешь, что недаром Господь дал тебе фантазию, потому что фантазия начинает говорить сразу тебе, знаешь, воображение. Это очень хорошее решение. Не начать ли тебе его, может быть, с завтрашнего дня? То есть это правильно, но как-то сейчас ты, очень трудный день был. Сегодняшний день, вот, хорошее решение, но глупо было начинать его сегодня. Ну, неподходящий день, ты так устал, прям, как собака устал, так, прям, вот, и ты же читал, что, если ты устал, нужно себя порадовать чем-нибудь вкусненьким. Вспоминаешь, что у тебя там в шкафу лежат зефиринки, идешь и думаешь, все, съем зефиринку. Одну, конечно же, не все. Ну, и, в принципе, пачки зефиринок уже и нет. Утром ты просыпаешься, думаешь, что же такое, я ждал, дал себе обещание, думаешь, ну, все, вот, вот, сегодня как раз тот день, про которым я думал вчера. День подходящий, сегодня вроде особо сложных дел нету, я не должен так сильно устать, вот, с сегодняшнего дня, все. И в этот день вечером после шести то же самое начинается. Вы заметили, да? И ты думаешь, ну, в принципе, еще остался месяц до отпуска, если я начну с завтрашнего дня, не опоздаю. И так ты борешься с этим, и уже остается неделя до отпуска, а ты ни разу еще не голодал после шести. У тебя все время эти объяснения, да? И ты сам на себя злишься, и думаешь, ну, что же я такой вот это, ну, что же я такой, я же дал себе обещание, я дал себе обещание, что же я вот. И потом ничего не сбросил, поехал, поехал на юг, разочарованный. Думаешь, что ты какой-то человек, или наоборот, ты решил там по утрам заниматься как-то спортом, купил себе билет в спортзал, потому что тебе объяснили, что если там дома купишь тренажер, не будешь заниматься, а в спортзале, жалко же денег, да? Купил себе годовой абонемент, и думаешь, все, вот, через год меня никто на домашней группе просто не узнает. Вот это скажет, кто этот идет, кто эта стройная красавица идет? И вот ты заводишь будильник пораньше, специально до работы, думаешь, сейчас встану, помолюсь в спортзал, пойду там, часок побегаю там на всяких лыжах, на дорожках и все. Вот будильник утром звенит, ты такой думаешь, что это так рано? И тут вспоминаешь спортзал, думаешь, какой спортзал? Какой, что за бред я вчера придумал? И тут вспоминаешь, что у тебя же там абонемент на год, но ты думаешь, ну ничего, плюс-минус один день, ну что это? Нельзя же тут на сне-то экономить, да? Вот, и думаешь, и сегодня и день такой тяжелый, надо сил много, а ты с утра еще там вымотаешься в этом спортзале, потом тяжело тебе будет весь день. Вот, и после шести еще не есть, вообще умрешь. Вот, поэтому ты думаешь, все, я сегодня, пожалуй, отосплюсь, потому что сон это хорошее настроение, хорошее настроение это все. Вот, а завтрашнего дня я уже там, уже держитесь тренажеры, я иду. Вот, и так у тебя каждый день завтра-завтра-завтра-завтра-завтра-завтра-завтра, и в итоге опять-таки чем кончается? Вот таким разочарованием, разочарованием в себе. Я, конечно, понимаю, это такие бытовые вещи, но в нашей духовной жизни мы постоянно сталкиваемся с нашими, с какими-то испытаниями, с какими-то искушениями, когда мы понимаем, что вот это делать не надо, но это делать нам хочется, чего бы это ни касалось. Не надо, нельзя, но очень хочется. И мы опять-таки начинаем придумывать для себя объяснение, почему вот в этот раз исключение. В этот раз и исключение. Когда обычно общаешься с людьми, которые хотят разводиться, ты понимаешь, что вот у каждой из них говорит, из верующих людей, я напоминаю, которые собираются разводиться, говорит, что, конечно же, разводы это ужасно, это плохо, но не в моем случае. В моем случае это исключение. То есть это всегда исключение. Это вот такие обстоятельства, ну невозможно никак. Как вот рад бы был, но не могу. И вот эти постоянные, постоянные искушения, постоянные. И причем мы приходим в церковь, и мы мечтаем о большом, мы хотим исполнить наше призвание в жизни, но видим, что как-то у нас не совсем это получается, что ли. Как же быть, как же вот в своей жизни воспитать терпение? Вы знаете, вот этот эксперимент, который в Стэнфорде проводился, ученые там еще одну такую вещь сделали. Они решили более детально изучить поведение детей и разделили детей на две группы. Они назвали эти две группы так. Ненадежный опыт и надежный опыт. В чем разница? Группа детей из ненадежного опыта, все было то же самое, но взрослые, которые проводили эксперимент, их чаще всего обманывали. То есть обещают две пироженки. Он там вроде дождался, а говорит, ой, слушай, тут не получилось. Нету второй, только одна. Хотел принести, а там закончились. И их чаще всего обманывали. А в надежной группе вот обещали зефиринку, получи зефиринку. И потом опять посмотрели на результаты. И группа надежная, то есть там, где взрослые исполняли всегда обещания и давали ту награду, о которой говорили, там дождавшихся вторую зефиринку было в четыре раза больше, чем в той группе, где то дадут, то не дадут, непонятно. Вот. В четыре раза больше. То есть от доверия ребенка к обещанию взрослого зависел во многом и результат эксперимента, и поведение этого ребенка. Будет ли он ждать 15 минут или сожрет раньше эту вкусняшку. И вот вы знаете, точно так же, когда мы говорим о вере. Вера же это не просто что-то, что помогает нам что-то получить от Господа. Вера, я думаю, что это прежде всего. Это то, что дар, который нам дал Господь, прежде всего для преобразования. Чтобы мы все, как пишет апостол, не сообразовывались с веком всем, но преобразовывались духом обновления ума. То есть преобразовывались в образ Божий. Преобразовывались, становились подобными ему. И это невозможно, если в нашем сердце не будет доверия. Кому? Ко взрослому. К нашему небесному Отцу. И чем больше наше доверие, доверие священному писанию, доверие упования на Господа, тем больше у нас есть потенциал исполнить Божьи заповеди. Совершить то, к чему Он нас призывает. Потому что просто, вот знаете, просто на каком-то понимании, что такое хорошо и что такое плохо. Из знаменитого стихотворения, да, Майковского. Крошка сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот невозможно делать хорошо и не делать плохо просто из знания. Потому что, ну да, вот хочу я делать хорошего, но тем не менее не делаю. Плохое вот не хочу, хочу воздерживаться. А вот приходит момент, а все равно срываюсь и срываюсь. И как мне быть, и как мне быть дальше, как мне, как мне жить дальше. И вот, посмотрите, ученые во многом спорят, а что такое терпение. Изучают там по генам, от родителей может есть более терпеливый там. Много разных исследований, я не хочу входить в ту сферу, которой я не занимаюсь профессионально. Я хочу сказать о другом. Слово Божье показывает нам, это галатам, послание апостола Павла к галатам, разницу между делами плоти и плодом духа. И когда Павел, апостол, пишет о плоде духа, то он говорит, плод духа, любовь, радость, мир, да. И там дальше и долготерпение есть, да, и воздержание есть. Воздержание – это греческое слово, которое так звучит. Энкрайтейн дословно переводится самообладание, самоконтроль. И апостол Павел показывает, что это все и долготерпение, и самообладание, самоконтроль являются вещами, которые называются плодом. А плод, он не появляется моментально на дереве. Плод – это некий процесс созревания, взращивания. Я отлично понимаю, что, может быть, многие из нас пришли в церковь с привычкой многолетней потыкать своим желаниям, своим всем этим хотелкам, своим фантазиям. И мы пришли в церковь, и нам здесь говорят о том, что Бог любит тебя. И ты думаешь, а, вот, наконец-то я нашел еще одного, кто мне будет помогать в моих желаниях, в моих хотелках. И заметьте, чаще всего верующие очень сильно вдохновляются, когда рассказывают друг другу о том, что вот Бог кому-то дал что-то, кого-то чем-то благословил там, в жизни кого-то чудо. И это все здорово, и это все хорошо. Важно помнить только, что все эти внешние вещи, в которых мы находимся, мы не заберем их с собой в могилу, в гробу карманов нет. Все это останется здесь, на земле. Но есть еще что-то. То, что меняет не вещи в нашей жизни, а меняет нас самих. Когда мы не просто приходим к Богу и просим, Бог, дай нам помощь, помоги, дай нам силы, вот это достичь, вот это получить, это купить. Когда мы говорим, Господь, измени меня, я хочу быть другим человеком. Очень часто говорят, что люди не меняются. И, возможно, это и правда, при условии, что эти люди живут без Бога. Потому что я согласен с утверждением, люди не меняются, если добавить только к этому утверждению, если Бог не поможет им. Потому что с помощью Бога происходят удивительные вещи. Бог может реально преобразовать нашу личность, меняя в ней, в том числе, наши вот эти внутренние качества, внутренние настройки. И поскольку Господь желает, чтобы мы исполнили Его призвание, уподобились Его славному образу, достигли совершенства, то вот на этом пути неизменная, необходимая вещь – это наше терпение. Терпение – это как раз и есть вот эта сила, которую, как вот я говорил, вот этот плод духа. Самообладание, самообладание, когда вот в твоей жизни, помимо тяги к удовольствию, а я еще раз говорю, в тяге к удовольствию нет ничего неправильного. Это в нас заложено Богом. Это хорошо радоваться. Это хорошо быть благословенным. Это хорошо наслаждаться. Проблема, когда у людей – это единственная направляющая сила в жизни. Потому что помимо этой силы должна быть другая сила, которая исходит не из сиюминутной какой-то выгоды, а смотрит на всю твою жизнь, на твою судьбу в перспективе, понимая, да, может быть, вот сейчас тебе и будет хорошо, но в дальнейшем это может разрушить твою жизнь, или разрушить твою семью, или разрушить твою карьеру, или тебя из-за этого уволят с работы. То есть много-много-много вещей, когда ты понимаешь, что да, может быть, ты получишь сиюминутную вот сейчас удовольствие, но потом ты проиграешь. И это сила, которая заставляет тебя остановиться. Я думаю, чтобы, знаете, чтобы в нашей жизни взращивать терпение, да, прежде всего, тут важны две вещи. Первая вещь. Помните, Давид в псалме написал, «Не положу непотребные вещи пред очами моими». Помните, да? Самое первое. Важно избегать ситуаций, когда ты сорвешься. То есть мы отлично понимаем, что есть немало искушений, которые для нас очень тяжелые. И мудрый верующий, мудрый христианин должен в своей жизни стремиться не попадать вот в эти ситуации, как бы, ну, миновать эти комнаты, где ты оказываешься один на один с пироженкой. Миновать эти комнаты. Вот, например, вчера мы с семьей были в супермаркете или позавчера мы были, ну, неважно. Вот. И мы, помню, приехали, да, и вот мы идем, и мне Диана говорит, «Ну, давай, вот, видишь, они собирались ехать на дачу, и они говорили, вот, часть продуктов на дачу, а часть тебе будешь дома тут кушать, что ты хочешь». И мы шли мимо всяких вкусняшечек, да, может, эти взять вещи. Я смотрел на них и понимал, да, можно эти вкусняшечки набрать, и потом они будут лежать у меня в холодильнике там или где-то там на кухне. И с ними вечерами намного труднее будет сражаться. Понимаешь, то есть, как бы, их можно набрать. Ты будешь думать, ну, я их возьму, ну, буду есть, ну, раз в неделю по праздникам, ну, скушаю там шоколадочку, маленькую дольку, и все. Поэтому сейчас наберу побольше всяких сладостей. Большой супермаркет, мы же туда нечасто заезжаем, уже наберешь побольше всяких вкусняшечек, и потом целый месяц будешь тихонечко кушать их так сидеть. Понемножечку, да? И потом ты привозишь себе их домой, и вечером ты думаешь, я же после шести там не ем, а потом такой думаешь, ну, это же, по квартире-то пройтись не грех. И так идешь, идешь, и так невольно заходишь на кухню, проверить, все ли здесь в порядке. Проходишь мимо холодильника, и тут вспоминаешь, да сколько же я накупил всяких вкусных-то вещей. Не посидите ли мне сейчас за столиком, и не поесть ли вкусного, да? Если что, этого ничего не накупил, ты пришел, походил по кухне, побродил по кухне, и пошел спать. Ну, потому что, чтобы поздно вечером одеться, и побежать куда-нибудь в ночной продуктовый, надо совсем уж с ума сойти. Обычно на это нам энергии не хватает, мы ленивы довольно, да? А из холодильника что бы не взять? Я к чему это говорю? Вот такой простой пример. Но мы часто сами создаем в своей жизни ситуации, с которыми в дальнейшем сами же не можем исправиться. Сами же. Я понимаю, бедные дети там, положили им зефиринку, вот сидят они, подопытные такие, да? Но ты-то взрослый человек. Зачем ты позволяешь себя часто вести туда и сталкиваться с такими ситуациями, с которыми тебе либо очень тяжело, либо практически невозможно столкнуться, а? Поэтому и написано в Библии, да? Все мне позволительно, но... Да? Кажется, ну да, да, все, но не все полезно. Да, можно это. Мы говорим часто, недавно я проповедовал о свободе, да? Мы свободны. Но свободны, это знаете, это вот не ходить вот по краешку, так вот идешь по краешку, упаду, не упаду, упаду, не упаду. Вот не упал, молодец. А кто-то прошел и упал. Зачем ты создаешь эти ситуации, где ты сам можешь упасть? Часто верующие говорят, пастор, а вот объясни, вот где грех, где не грех? Вот где вот эта грань, что там уже вступил и вау, упал? А где еще можно? Потому что такое чувство, что они хотят максимально приблизиться к греху, но так, чтобы не упасть совсем. Как бы вот вроде бы и грех лицезреть, вот, ну и там не падать. Но, знаете, вот такие игрушки, попытки, знаете, вот встали, вот жить-то как бы на самой грани. Это, как правило, приводит к большим трагедиям. Поэтому не положу предачами вещи непотребные. Это первое. А вторая вещь, очень важная. Некоторые думают, что надо вот воспитывать силу воли свою какую-то вот и пытаются давить на себя, вот вырабатывать терпение, как бы угнетать себя, вот попытками быть таким, таким, таким. У них ничего, как правило, не получается. Потому что плод духа это не то, что приходит извне, это то, что развивается в нашей жизни изнутри. Изнутри. Плод духа это не подавление, то есть терпение это не подавление, а это умение внутри себя что-то включить, а что-то наоборот отключить. Вот есть вещи, которые мы можем включать, а есть мы можем выключать. То есть, когда ты выключаешь уныние, обиду, лень и включаешь радость, активность. Потому что, поймите, терпение это это настрой, настрой, который это не просто ты чего-то ждешь. Жду, пока не вернется взрослый, жду и не ем эту пироженку. Нет. Не только. То есть, с одной стороны, конечно, терпение это умение ожидать. Но это не просто ожидание. Терпение, когда внутри происходит глубинная работа. Ты словно отключаешь негатив, критиканство, сплетни. Потому что, порой, когда нам трудно и тяжело, вот заметьте, именно в тесных, тяжелых обстоятельствах из нас начинают вылазить самые отвратительные наши качества. Вот там, где трудно и полезло, кто-то ворчливый, кто-то раздражается, кто-то все время недовольный. Вроде бы, все такие прекрасные, красивые на собрании. А как, вот маломальский, прижимен, и ты смотришь, вау, словно ты и не знал никогда этого человека. Он начинает себя странной, непонятной, незнакомой для тебя вести. Поэтому, когда мы говорим про искушение, про испытание, это не просто для нас. И вот умение не просто, знаете, вот сжать зубы и ждать, ждать 15 минут, терпеть 15 минут. Нет. Поскольку мы говорим, что терпение связано с внутренней жизнью, оно идет изнутри, оно возрастает, как плод. Мы должны понимать, что Бог наш, написано, Он многомилостивый и долготерпеливый. И, когда мы духовно соединяемся с Ним через Библию, через Слово Божье, через молитву, это словно подпитывает наша молитвенная жизнь, наше чтение Священного Писания, наше пребывание в общении с Господом. Оно словно подпитывает нас. Этот плод изнутри начинает расти. Это не просто, я еще раз говорю, сила воли, вот у меня сильная воля, а у меня слабая воля. Нет. Иначе тогда, как Бог может судить, людей не в разных находятся качествах. Тут что-то другое. Именно плод, который зреет. И в этом все мы одинаковы. Все мы нуждаемся в общении с Господом, чтобы вот эта сила, эта энергия наполняла наш дух, наше сердце и из духа созревал этот плод. Плод духа, частью которого, да, неизменной частью которого и является терпение, долготерпение, воздержание, самоконтроль. в нас растет, 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 созревает. И в конце концов, ты вдруг начинаешь чувствовать, что да, ты учишься, даже находясь вот в этом состоянии ожидания радоваться, радоваться. Ты не просто стиснув, как я сказал, зубы, думаешь, только о будущем. Но ты словно, вот внутри тебя вот отключается этот негатив, негативный настрой, раздражение. А наоборот, ты ожидаешь, но ожидаешь с радостью. Ожидаешь, ожидаешь, ожидаешь с уверенностью. Ожидаешь и переполнен благостью, милостью, верой переполнен. И если мы в нашей жизни не выработаем это качество, не взрастим этот плод, мы не сможем исполнить Божье призвание. И апостол в послании к евреям говорит, что верою и долготерпением мы наследуем обещанное. Приводя в пример израильский народ, у которых Бог дал много обетований, но они не смогли войти в эту обетованную землю и не приняли всего того, что Господь приготовил для них, только потому, что были нетерпеливы. И для нас это великое предупреждение. Не научишься ожидать с радостью, не научишься быть человеком терпения, не научишься так всегда и будешь. Вот как лодка, которую носят во время шторма по волнам, то вверх, то вниз, то в одну сторону, то в другую сторону. Сколько, я думаю, каждый из нас в своей жизни и мы все вместе как церковь проходили через периоды, когда нужно было вот что-то делать и терпеть. Делать с терпением. Когда мы много лет собирали финансы для приобретения своего здания для церкви, да, вера и терпение. И сколько, помню, недовольных некоторых людей было, которые говорили, Виктор, сколько можно жертвуем, куда деньги уходят. Но столько недовольных людей было, да, не умеет ждать недоверия ни Богу, ни служителям. Из этого недоверия идет нетерпение, в конце концов, из-за чего они сами себя же обкрадывали. Потому что человек, который ведет себя так, он и в своей жизни точно так же себя будет вести. В своей бытовой жизни будет точно так же вести себя. Но есть люди, которые говорят, да, мы доверяем Господу, мы верим, что Бог не обманет. Если есть на этой земле что-то надежное, то это Божье Слово. Это Божье обетование. Мы уповаем на Господа, мы уповаем на Него, и мы радуемся. Да, может быть, мы сейчас не имеем то, что мы ожидаем, но мы не живем там в будущем. Мы можем сегодня, даже в ожидании, даже в терпении, быть переполненными радостью, любовью и верой. давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Я хочу спросить, у каждого из нас есть какие-то цели, мечты, и очень часто мы находясь в ожидании, теряем радость, теряем мир, нервозное, раздраженное, подавленное. Сейчас все больше и больше людей, впадающих в депрессию вообще. Потому что очень часто как бы люди не так и не дожидаются того, к чему стремятся. Я хочу сказать, что для Бога намного более важно не просто то, что мы получаем в своей жизни, что мы имеем в своей жизни. Для Бога важнее, кем мы являемся в этой жизни. Потому что все это мы оставим на земле, а вот наш дух пойдет дальше в вечность. поэтому когда мы вырабатываем внутри себя, взращиваем внутри себя вот этот плод терпения, мы уподобляемся нашему небесному отцу, который в Библии назван Богом долготерпеливым. Мы уподобляемся Ему, то есть совершенствуемся, уподобляясь совершенному Богу. Наполняемся любовью, уподобляясь Богу, который есть любовь. Возрастаем во Христе и в нас все меньше плотского эгоистичного нетерпеливого ребенка и все больше зрелости, все больше подобия нашему небесному отцу. Всемогущий Господь, я молю сейчас Господь за каждого верующего, особенно Господь за тех, у кого сейчас период ожидания. Я молю, мой Бог, чтобы мы не просто что-то получали, но кем-то становились. Ты не случайно допускаешь до нас эти периоды, периоды, когда нужно ждать, когда нужно уметь сказать нет своим хотениям, своим каким-то стремлением, чтобы не потерять той благодати, которую ты дал нам. Я молю, мой Бог, благослови нас, благослови, мой Бог, чтобы мы взращивали внутри себя этот плод через общение с тобой, через единение с тобой в слове и в молитве к Господь, чтобы наш дух наполнялся этими небесными соками, соками настоящей небесной маслины этого небесного дерева, и чтобы эта жизнь, эти соки помогали нам Господь преобразовываться, помогали нам взращивать божественный характер, божественный плод, плод духа внутри, чтобы мы не просто ожидали, но умели спокойно и с достоинством принимать то, что мы не можем изменить, а когда появится благоприятное условие действовать, научи Боже, чтобы в нас был этот настрой, в настрой, умение выключать в себе критику людей, негативный настрой, и включать самообладание, радость, благость, веру внутри себя, благослови Господь, благослови, Господи, потому что от нашего терпения сегодня зависит наше будущее, без терпения невозможно стать тем, кем ты желаешь видеть каждого из нас, благослови Господи, благослови Господи, И я молю мой Бог, чтобы каждый, кто находится сейчас в ожидании, уповал на Тебя, доверял Тебе, надеялся на Тебя, слава Тебе, Господи, честь и хвала. И каждый верующий доскажет Аминь. Аминь.